Шесть человек, представители рода Хачировых, среди которых и девушка, 23 июля в 2 часа ночи вышли в путь со стороны штурмового лагеря и направились на самую высокую вершину Европы. Рассвет того же дня, 23 июля, команда уже встретила на восточной вершине Эльбруса на высоте 5621 метр. Участников восхождения чествовали в ауле Карчурт. Слава благодарности и восхищения собравшиеся выразили всей команде – Тимирлану, Марату, Артуру, Руслану, Марьяне и руководителю экспедиции Мурату. И от фамильного совета рода Хачировых вручили благодарственные письма. Отметили в этот день и представители рода, которые защищают интересы родины, участвуя в специальной военной операции, а также победителя этапа Кубка мира по грэплингу Хамида Хачирова. Совершили восхождение на Эльбрус, возложили там цветы и наши фамильные. Мы учреждали фамильный совет знамя. Но это все, я хочу сказать, это патриотическое воспитание молодежи. 195 лет тому назад официально первое восхождение на самую высокую вершину Европы и России совершил Хачиров Хейса, которого называют Келар. Каждый год, особенно в юбилейный год, спасибо большое Хачировым, они организовывают вот такого рода мероприятие, чтобы мы не забывали нашего первого восходителя. Мы давно планировали восхождение. В этот раз мы решили идти нестандартным маршрутом. Маршрут был очень тяжелый. Седловины на восточную вершину. Снега было очень много, но молодцы, все выдержали. Мы на вершине сказали пламенную речь, очень обрадовались, что зашли. И, конечно, в первую очередь, хвала Всевышнему, что мы поднялись. И хвала Всевышнему, что мы спустились. Спускались мы также по очень нестандартному маршруту, так называемая мотоциклетная площадка такая. Мы спускались очень по такому сильному склону. Ну, хвала Всевышнему, все дошли, все с задачей справились. Спасибо им за это. Событие, на самом деле, очень интересное, значимое. Вот, так мне представляется, по крайней мере. И это было посвящено 195-летию. Что будет на 200 лет, это будет сюрпризом. Восхождение на Эльбрус руководитель экспедиции Мурат Хачиров совершает уже в четвертый раз. Флаг, который они поднимали в этом году на восточную вершину Эльбруса, он передал руководителю рода Хачировых Магомеду Хусеевичу. Вы дали нам задание зайти на Эльбрус. Мы, как ваши младшие братья, сестры, племянники, внуки, взошли на Эльбрус, и вот это знамя хотим передать вам. В завершении мероприятия собравшиеся совершили обряд дуа по усопшим предкам, а жителям всей республики и страны попросили у Всевышнего мира и процветания. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия, Карчур.